Остров Кижи сейчас недоступен для жителей Карелии. К такому выводу пришли на заседание Координационного совета по управлению объектами всемирного наследия. С какими предложениями выступили собравшиеся? Все подробности в нашем сюжете. Координационный совет собрал ученых, общественников, деятелей культуры и искусства, сотрудников музея-заповедника Кижи и представителей республиканского парламента. В этом году одной из главных тем встречи стала доступность острова для жителей Карелии. К сожалению, как раз для жителей республики Карелия остров недоступен из-за ценовой политики. Музей на это не может никак повлиять. Это перевозчики, как они цену назначают. Сейчас мы говорим, что 2,950 съездить одному человеку на остров туда-обратно – это очень дорого. Для учащегося начальной школы билет обойдется почти в полторы тысячи рублей. А для среднего звена и старшеклассников стоимость проезда будет как для взрослого. Такая ценовая политика недопустима, уверена депутат Законодательного собрания Карелии Ирина Петеляева. Она входит в состав этого координационного совета. Мое предложение, оно было высказано неоднократно. Я считаю, что нужна дальше просто политическая воля, чтобы каждый школьник республики Карелия обязательно побывал на острове Кижи. Это должно быть так же, как бесплатное молоко. Ребенок должен питаться и культурно. Парламентария выступила с предложением принять поправки в бюджет и предусмотреть в карельской казне средства на компенсацию проезда не только для школьников, но и для взрослых, чтобы каждый житель республики хотя бы раз в жизни увидел своими глазами крупнейший в России музей под открытым небом, объект всемирного наследия и гордость Карелии – ансамбль Кижского погоста. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова